Тяжело в учении и легко в бою. Чтобы сезон паводка прошел без жертв, сотрудники МЧС регулярно проходят командно-штабные учения. Здесь важна физическая подготовка, чтобы, к примеру, без труда поднять носилки, а также быстрая реакция. Если что-то пошло не по плану, незамедлительно среагировать. В учениях приняли участие около 40 спасателей. По легенде, из-за подъема воды в Свияги в микрорайоне Мостовая затопило 30 домов. Необходимая эвакуация – 120 человек. Соответственно, здесь представлено несколько элементов, как они будут переправляться. Это путем плавсредств в лодке, это и с помощью трапеции, потому что могут быть пострадавшие, как вы сегодня видели, на носилки клали человека, действительно переправляли. И потом доставляют в карьеру скорой помощи. После этого была инсценирована ситуация разрушения пешеходного моста. Практика показала, что спасательная операция проходит быстро и слаженно. В случае, если люди упали в воду, помощь будет оказана в считанные минуты. При планировании спасательной операции без внимания не остались дети и люди с ограниченными возможностями. Для малоподвижных граждан предусмотрена переправа в положении лёжа. Помимо уже опытных спасателей, в учениях участвовали курсанты колледжа государственной муниципальной службы. Такой опыт – отличная возможность закрепить теоретические знания. К примеру, Данила Степновский был в роли пострадавшего. Парень без тени сомнения доверил свою жизнь товарищам. А за техникой безопасности присматривал надёжный наставник. Ощущение у меня сначала было чуть-чуть страшное, но потом в конце уже стало получше. Это достаточно новое направление, которое сейчас развивается под эгидой МЧС России. Поэтому очень популярно. Дети с большим энтузиазмом и интересом втягиваются в эту тему. И в данной ситуации то, что преподавалось в теоретическом порядке сегодня на совместных учениях, то есть в российской тренировке, наши ученики, наши курсанты, а это именно курсанты, получили небольшой практический опыт. Учения завершились регистрацией пострадавших, в роли которых выступали курсанты. Прежде чем сесть в автобус, необходимо внести свои персональные данные в бланк. После чего спасательная группа эвакуирует всех нуждающихся во временное убежище – 32-ю школу. Там же будет оказана первичная медицинская помощь.